Урбан. Программа о городских проектах. Потому что мы сегодня будем давать имя новому жилому микрорайону, который вырастет, судя по тому, что сказал Илья Шульгин, новый сетименеджер, вчера, вчера он это сказал, на заседании городской думы. На территории бывшего Кировского военного авиационно-технического училища или попросту Квату. Да, вырастет новый жилой многоэтажный микрорайон. Помнится, Свет, мы с тобой также в студии два часа целых сидели и обсуждали кучу экспертов, да, что ж хорошего можно на этом участке прекрасной земли сделать. И, по-моему, общее было мнение, что самое плохое, что там можно сделать, это построить новый многоэтажный микрорайон. Не было ни одного звонка от нашего слушателя, ни одного мнения эксперта, ни одного архитектора, историка и так далее. По архитектуре там было предложение, старый уже такой проект о застройке, это было единственное предложение. Разрабатывался давно, да? Давно разрабатывался этот проект. Почему-то там заказано. После этого в основном этот проект критиковался, и как раз речь шла о том, что вот все там нужно, вот кроме одного там не нужен новый многоэтажный жилой микрорайон. Но мы получили то, что получили. Да, мы это получили, это было сказано, и мы хотим дать наименование этому микрорайону. Дали это творческое задание мы вчера и в нашей группе ВКонтакте, и благодарим наших коллег, наших партнеров, группу «Достроим Киров», которая перепостила наше вот это творческое задание ВКонтакте, чтобы вы поучаствовали в этой всей истории, и спасибо, что вы писали. У нас есть тут целая портянка того, как это можно назвать, и что вы думаете вообще по этому поводу. Я почему и про чувство юмора вспомнил, что в основном люди, которые писали и предлагали свои варианты, люди явно с чувством юмора. У нас есть гость в студии, давай его представим, Михаил Лицарев, историк и автор проекта, о которой я тоже, Миша, хотела, чтобы ты потом рассказал нам, да, проект называется? Борода, литературный клуб «Борода». Вот, мы не зря сюда литератора пригласили, потому что хотим, чтобы он тоже творческую ноту внес в наш эфир. Но пока примем звонок слушателя 211-101, я так понимаю, с готовым домашним заданием. Алло, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Инесса Леонтьевна. Инесса Леонтьевна, добрый день. Да, вот я один короткий четверостишки написала по этому поводу, в котором и название фигурирует. Вот я считаю, что это очень подходящее название. Пожалуйста, мы вас слушаем. Милый и большой мечтатель Грин в вятке нашей в прошлом веке жил. Алые паруса его здесь полыхали, а сейчас здесь Гриновский район создали. Гриновский район, вы хотите, чтобы это был? Гриновский район. Гриновский район. Гриновский многоэтажный район. Спасибо. У нас он нигде не увековечен. Были алые паруса, остановка была, всем это очень нравилось, а сейчас все это ликвидировали. И очень хорошо, если бы этот район назвали Гриновский. Ну, там уже высится многоэтажное здание под названием жилой комплекс алые паруса. Да, да. Он практически уже близок к даче. Вы понимаете, что мы говорим про территорию, которая несколько дальше, чем алые паруса. Она за улицей Кирпичной, да, между Кирпичной и Производственной. Ага. Ну, района-то такого нет, Гриновский район. А хотелось бы. Мы вас поняли. Спасибо. Спасибо. Ну вот, позитивчик. Гриновский район. Замечательно. Посмотрите. Итак, когда мы обсуждали возможную судьбу бывшего Квату, мы вспоминали также, что Игорь Владимирович Васильев в свое время здесь же, в этой же студии, говорил, а что почему бы не построить, не построить на этой большой территории большой современный... Концертный зал на 2-3 тысячи мест. Международного уровня. Международного уровня, чтобы могли приезжать звезды мирового уровня к нам в Киров, собирать огромные залы. Да, и, собственно говоря, вокруг этого тоже многое крутилось, потому что вот как раз эксперты сходились... Когда звонили слушатели, они прежде всего говорили зелень. Пускай там будет парк, а в парке что-нибудь. И сходились на том, что это может быть деловой и культурный центр, да, образовательный центр. Да, вот мне очень, кстати, идея понравилась, того, что вот собрать туда все вот наши учреждения дополнительного образования какие-то, да, вот в зеленой зоне такой сделать, чтобы там люди, там и художественная школа какая-то, музыкальная какая-то школа, и зайчик концертный, не такой мирового уровня, а чтобы там детишки могли выступать, ну или взрослые, это не важно. А пусть будет мирового, просто пользуются и детишками тоже. Про мировой уровень мы потом довольно-таки плотно, насколько ты помнишь, говорили еще с Русланом Мамедовым, с представителями вот этого шоу-бизнеса, который... Ну все, концертного зала там не будет. Ну они, в принципе, сказали, что он вообще в Кирове, концертный зал, себя не окупит. Ну это другая история, да, но концертного зала точно на территории Клоту уже не будет. И парка не будет, и маленьких радостных детских учебных учреждений тоже. И деток радостных тоже, видимо. Ну детки там будут, не знаю, радостные. Так, давайте несколько мнений из контакта. Ну хорошо, я начну со стены вот этой вот как раз от наших коллег, да, строим Киров. Я говорю, что люди с чувством юмора, ну так как у нас Илья Шульгин предложил, то первый же вариант был, конечно, новое Шульгино. Новое Шульгино. Ассоциации чувствуете, да? Новое Сергеево, судьба этого проекта. Ой-ой-ой, не хотелось бы, конечно. Какой бы это ни был проект, лучше бы, конечно, без вот таких вещей. Вот, ну понятно, что раз это была бывшая Кватута, опять же, название следующее, это Новая Казарма. Новая Казарма. Новая Казарма, да. Сейчас мы в улицаре вас просим, у Михаила. Жилой комплекс, Новая Казарма. Вы, Михаил, представляете себе многоэтажки в нашем городе, какие сейчас строятся? Да, конечно, представляю. Они вам что напоминают? Муравейник. Вот. Ну, Казарма, она очень похожа на Муравейник, я бы сказала. Казарма, слово, все-таки более-менее приятное, чем Муравейник, да? Муравейник, все-таки он с жизнью попахивает. Ну, вот название, пожалуйста, название микрорайона Муравейник. Почему нет? Казарма зато очень функциональная. Вообще это в тренде казарма, мне кажется, вот сейчас, да? Ну, вот в российском тренде, ну, как-то вот. Надо же куда-то будет, ой, не знаю, можно ли это сказать, выпускников кадетских классов поселять. А-а-а. Они же вырастут, им надо где-то жить. Вот, есть еще жилищный комплекс вертолетный. А жилищный комплекс вертолетный? Жилищный комплекс «Паралетели» тоже на тему вертолета. Да, ну, вот это другая совершенно коннотация. Да, и есть еще, конечно, самый жесткий вариант, микрорайон Новонагибалова. Ну, или без одной буквы. Боже мой. Я все честно прочитал все мнения, которые были высказаны вот у наших коллег. 211-101, номер телефона прямого эфира, вы тоже можете поучаствовать в нашем творческом задании. Ну, вот самый популярный пока, да, вот как бы по всем отзывам, это «Новое Шульгино» и «Вертолетный» пролетели, и другие. Да, там люди лайкают. Самый популярный пока «Новое Шульгино», да. «Новое Шульгино» лайкает, действительно. Вот, и есть еще странное предложение «Жилищный комплекс Романовский», вот я пока не очень понял. Вот, «Жилищный комплекс Романовский», тот предложил это наименование. Позвоните нам 211-101, обоснуйте, почему Романовский. Объясните немножко, да, откуда взялась эта фамилия Романов. Почему не Матильдовский? Да, Матильда, «Жилищный комплекс Матильда». Всем другой Романов, о котором мы не знаем, я не знаю. «Жилищный комплекс Поклонский». Мы можем далеко зайти с таким образом. Так, давайте мы обратимся к нашему эксперту, к Михаилу Лицареву, территорию, которую прекрасно себе представляете, историю этой территории представляете. Конечно, стоит здесь сказать, если говорить о истории, что там располагался ансамбль «Вятской духовной семинарии». Он там и остался. Ну да, он и остался. Он не рассматривается. И в связи с этим мы предлагаем сейчас какое название, например? Вот я вот, я, если честно, я думал после вчерашнего домашнего задания, которое мне было выдано вами. Не говорите, мы примем звонок слушателя, а то вдруг он собьется и решит как-нибудь дат. Алло, добрый день. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Надежда. Надежда. Пожалуйста. Какие у вас мысли есть по этому поводу? Я не хочу, чтобы будущее нашего города определяли люди, которые не связывают свою будущую жизнь в нашем городе. Это сейчас в чьей город камень? Видимо, в камушек, наверное. Шургина. Да, и Шургина. Вам не нравится его предложение, что он озвучил? Они тут напортачат, а нам потом расхлебывают. Вот помните, как Белых хотел зоопарк построить, оперный театр. Представляете, если бы это было сделано? Ой. Какие бы проблемы у нас были? А мы бы счастливы. Я бы лично была счастлива. И в оперный театр можно сходить и запах. Я в восторге. Давайте придумаем название «Надежда» нового микрорайона. А я не хочу, там даже придумалось. Вот. И жить не будете там. Ни в коем случае. Даже при выгодных ставках на покупку жилья. Надежда? Все, Надежда ушла. Надежда ушла. Она просто сказала, что она не хочет. Я, знаешь, кстати, отчасти свет ее понимаю, потому что после нашего того эфира у меня так вот, знаешь, нижняя губа-то сильно раскатилась, потому что подумала, а вдруг правда, да, вдруг правда это будет что-то такое зеленое, классное. Я в Квату отслужил 4 года, да. То есть я прекрасно территорию помню, сети, здания прекрасно помню. Неужели будет прорыв в этом городе, думала я. И вот там просто сам Бог, там очень много зелени. Вот сейчас, приемлемо, там уже наросло всего с тех лет, да. И там рядом вот это вот наше историческое семинария, наше великое, да, через которое прошло очень много знаменитых людей. Вот. И вот там вот это вот просто, ну, предполагалось, что что должно быть такое покоя, да, вот хорошего. Вот сейчас у нас мы примем еще один звонок от нашего слушателя 211-101, я надеюсь, с названием нового микрорайона. Алло, добрый день. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Олег. Да, Олег, вы сказываетесь. Я думаю, микрорайон улетный. Улетный микрорайон, так. Улетный, в каком смысле этого слова? Что он будет классный, и там что-то опять от нас улетит. Ну, будет, напоминаете, Аква-То, во-первых. Но я думаю, высоточки будут там. Улетные. Тоже улетные, да, полетят в небо. Да, а сами бы вы хотели жить в таком микрорайоне? Не знаю, мне на болоте не особо хочется жить. Вот как? Так. Вам кажется, что там не очень будет комфортно, да? Непонятно, как будет строить дома. Микрорайон улетный. А сами вы что хотели там видеть на этой территории бы? Ну, что угодно, только не микрорайон жилой. Ну, как что угодно, это, может быть, знаете, какие-нибудь промышленные ангары? Нет, 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 только не промышленные. Ну, давайте определимся, что бы вам хотелось там видеть. Ну, хорошее предложение было в детский центр. Ну, что-нибудь такое. Ну, зеленая зона, детский центр, вот что-то такое, да? Нет, это комплекс обязательно. Понятно, спасибо. Спасибо, не подсказывайте, Николай, не подсказывайте. Ну, детский центр, он как бы предполагает, ну, детишки и зелень. 211-101, микрорайон Гриновский, микрорайон Улетный. Надежда говорила, не хочу даже называть этот микрорайон. Вы можете предложить свое название и высказаться, что вы думаете по поводу застройки этой территории многоэтажным жильем. Я немножко так подтолкнул к еще одному похожему названию. Он сказал Улетный, а потом сказал, не хочу жить на болоте. Микрорайон Болотный. Ну, у нас такое уже есть, в принципе. Микрорайон Болотный. Болото у нас есть, да. Ну, вот, кстати говоря, Романовский-Поклонский. Это как-то уже вот ближе к той теме, которую начал развивать Михаил. Напоминает, что там есть ансамбль, старинный ансамбль вятской семинарии. Но мы все еще Михаила придержим, потому что у нас есть телефонный... Нет, у нас есть перерыв на 40 секунд, потому что, да, мы должны его сделать. Да, если сейчас будет звонок, мы его поддержим. Не отключайтесь от нас, пожалуйста. Урбан. Программа о городских проектах. Ни парк, ни концертный зал. На территории Квату будет многоэтажное жилье. Отсадим первое решение нового сети-менеджера и выполним домашнее задание. Придумаем название новому жилому многоэтажному микрорайону, о котором нам рассказал вчера Илья Шульгин, вступивший в свою должность. Только-только вступивший. Только-только вступивший. У нас есть телефонный звонок 211-101, пожалуйста. Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь. Я, это Тамара Ивановна. Мне хотелось бы сказать насчет вот того, что вот какое было местечко Алая Паруса. Это просто солнышком светилось. А сейчас хочется сказать Черный Парус. И кто-то придурок разрешил строительство таких зданий в таком красивом месте. Все. Все понятно. Это не совсем наше домашнее ожидание. Спасибо, что позвонили. Спасибо. Придурок. Слово цензурное. Цензурное вполне, да. Но вы помните, что Черный Парус, это то, что мы сейчас вот видим. В принципе, вполне логично назвать то, что мы видим на месте Алых Парусов. И комплекс, который там строится, это Алые Паруса все-таки. Называется он Алые Парусы. То есть, альтернатива микрорайону Гриновский. Черный Парус. Вот. Что прозвучало? 211-101. Придумываем название нового микрорайона, который вырастет многоэтажный микрорайон на месте бывшего Квату. Возвращаемся к Михаилу Лицареву. Миша сказал в перерыве. Если кто-то забыл, что он на студии находится. Она меня и здесь не покидает. Это того, чтобы Ксения Станиславовна анонсировала свою программу. Дай почитать. Но, знаешь, у нас большая надежда на самом деле на тебя. Вот пока слушатели не дают тебе прямо сказать. Не дают. Ты придумай, пожалуйста, четверостишия в честь нового микрорайона. Думай пока. Думай. Мы примем звонок в телефон. Алло, добрый день. Я придумаю. Так. Слушаем вас. Представьтесь, пожалуйста. Евгений Васильевич. Да, Евгений Васильевич. Вы сказываетесь. Это уже в эфире, да? Был в эфире, да. Да, вы в эфире, Евгений Васильевич. Так. Обоснуйте. Обосновать. Дело в том, что сегодня вот 20 лет каналу «Культура». Я вот его одновременно слушаю и смотрю этот канал «Культура». Вот почему московский, ну, потому что я в свое время в Москве не остался. А, вы не остались в Москве, но хочется частичку сюда перенести, да? Ну, там, видимо, еще и улица московская все-таки такая. Вы знаете, я на ЦМе живу, мне нравится, дочь у меня тут рядом, внук, так что в Новосергиевск, а это микрорайон, вполне может, станет этим, городом-сателлитом Кирова. Да, мы поняли, микрорайон московский, спасибо. Спасибо, Евгений Васильевич, да, спасибо огромное. Ну, там действительно улица московская, как мы помним, московский тракт, в общем, пролегает, может быть, улица... Ой, слушайте, если был бы микрорайон московский, так он должен же соответствовать. В Москве-то вон чего сейчас комплексное развитие территории, велодорожки, 10-метровые, нет, 5-метровые липы высаживают, крупномерные. Ты видел? Давно было в Москве? Я тут ходила по Новому Арбату, да, я была в шоке, конечно, когда я увидела, какого размера высаживают деревни. А там, на самом деле, там уже есть деревья, а вдруг у нас будет новый Арбат. Причем деревья довольно-таки старые, разлапистые. Ну, почему новый Арбат? Не знаю, Арбат-то уж такое чисто московское слово. Ну, так что, что нам мешает? Есть телефонный звонок. Вятский Арбат у нас тоже уже был. Телефонный звонок, 211-101. Алло, добрый день. Добрый день. Представляетесь. Меня зовут Ирина. Да, Ирина. Вот, предыдущий слушатель предложил название «Московский». Ну, кстати, да, вот у меня был такой вариант «Московия», поскольку Московская улица рядом. Но, знаете, какая проблема вот там в районе? Очень мало, ну нет, практически культурного центра. То есть люди, которые живут там, автолюбители или Ердяково, ну или там еще Юго-Запад дальше, вынуждены очень далеко ездить и возить куда-то детей в совершенно неудобные места. Может быть, в этом комплексе сделать вот какой-то, ну, вариант культурного центра, хотя бы небольшого, для близлежащих жилых домов. На первых этажах многоэтажных домов вам устроит там комплекс культурный? Ну, да, может быть. Это тоже вас устроит, да? Да, если бы это было для близлежащих территорий, заселенных людьми, там реально очень неудобно, нет ни кинотеатра, там, допустим, у Парка Победы закрыли Восток, вы знаете, там четверочка сейчас. То есть очень мало культурных учреждений вот именно в этом районе. Их там нет. Там нет детских садиков новых, школ новых. Там школ нет. Ничего этого нет. А представляете, какое количество людей заселится в этот микрорайон многоэтажный? Нет. Ну, вот представьте, вся территория Кватум, многоэтажками, такими, например, как рядом стоят, будет застроено. Там по площади сравнились с радужными. Понимаете, тем более это необходимо. Итак, детские культурные центры, кинотеатр. Да. Напомните еще раз название, которое вы предложили? Ну, я предлагала Московия, но вот московские вполне себе тоже мне нравятся. Спасибо, спасибо. Пожалуйста. Здесь еще на стене появилось пара названий, но одно-то я уже назвал, пролетели, а тут предложили вариант этого слова, как вариант жилищный комплекс «Пролет». А-а-а. Ну, тоже все с вертолетами связано, да. И здесь горячо обсуждается тема, что там долго на этой территории стоял вертолет, который принимал участие в устранении Чернобыльской аварии. Он был обнесен специальным ограждением, да, к нему не подходили. И там большой очень источник радиации на пенсии остался. И вопрос такой, там тоже будет стоять жилый дом на этом месте? Ну, мы не знаем, на самом деле, подтверждена эта информация или нет. Я вот даже могу у папы спросить, который служил. Служил. Он уходил, кстати, на пенсию в это время. Может быть, что-то знает. Но ничего не было сказано. Даже вот Коля не знает. Нет, я об этом не знаю, конечно. Но это вещи были засекречены, безусловно. У вас есть телефонный звонок 211-101. Здравствуйте, представьтесь. Здравствуйте. Зовут меня Володя. Я предлагаю, раз Шульгин предложил, так в честь его район Шульгина или Шульгинский, таким вот образом, чтобы помнили потомки, может, и хорошо сделает. А-а-а, может, и хорошо сделает. А вам бы как хотелось, чтобы это было сделано? Это вообще-то бы, вообще-то вот эти все высотки и прочее. У нас вот тут на Красном Химике говорят, 5 будет 14 этажек. Так у нас жильцы уже начинают тут думать, что это ж очень плохо, когда скученность и прочее. Конечно, вот когда предлагалось там концертные залы и так далее, а что назад-то сдаем тогда? Я вот слушаю ваши передачи, у вас очень хорошие передачи, да? Мне вот 65 лет, я представитель ТСЖ на Красном Химике. И понимаете, вот на самом деле сегодня, это ведь проблема-то то, что вы обсуждаете, она насущна. Смотрите, сколько желающих и звонят. Ну, некоторые в шутку, там некоторые что? А вопросы ведь серьезные. Там такая территория связана тут и с историей, и с авиационным училищем. Ну, чего? Может, продумают, так может, там, соответственно, вот вы говорите, что на первых этажах там культурные учреждения и все. Это не дело, потому что, когда мешают, кто приехал отдыхать-то, это хорошо, а жильцам-то ведь это мешает. Вот кабаки, там, рестораны и прочее в домах. Нет, надо это все отдельно. И действительно подходить с точки зрения, конечно, ведь я понимаю, почему жилье. Это же деньги, да? Конечно. Они быстрые, эти проекты реализуются, окупаются быстро. Ну, для души-то что-то надо. Спасибо, Володя. Нельзя, Володя говорит, все сводить к деньгам. Я так правильно понял. Слушайте, ну вот действительно интересно, что уж сколько раз твердили миру, что в этом микрорайоне нет культурных центров, нет библиотек, нет ни концертных залов, ни кинозалов, ничего. И еще один жилой микрорайон. Жилой микрорайон, и как-то вот тогда же у нас архитекторы выступали, говорили, что, ребята, не будем забывать, что поселить вот столько людей, то там будет просто транспортный коллапс. Так, мы сейчас прервемся на рекламу, две минуты, после чего к Михаилу Лицареву перейдем опять. Продолжается программа «Урбан». Здесь в студии Михаил Лицарев, наш гость Николай Голиков и Светлана Занько. Мы обсуждаем снова судьбу территории Квату. Нам уже сообщили вчера, сообщил Илья Шульгин, новый сити-менеджер, сообщил на заседании Гордумы, что территория Квату будет застроена многоэтажным жилым жильем. И поэтому мы написали вчера ВКонтакте, и спасибо Строим Киров, что перепостили это, что вы хотели парк, концертный зал велодорожки, культурно-образовательный центр. Их там не будет, мы это поняли. Ну, так что же, как бы мы назвали этот проект. Давайте придумаем новому микрорайону имя. 211-101 номер телефона прямого эфира. У нас есть звонок. Алло, добрый день. Добрый день, меня зовут Максим. Пожалуйста. Да, это я, Кополов Максим, блогер. Ой, прекрасно, Максим, рада вам. Да. Назвать можно как угодно, в том числе причиной пробок, потому что если там появятся многоэтажные муравейники, то те пробки, которые сейчас уже существуют на Творотского, на Московской, они только усилятся. Это безусловно, да. То есть причина пробок? Это причина пробок, да. Просто будет причина пробок. Смотрите, у нас изначально юго-западная рана, фактически спальня. То есть там нет каких-то крупных офисных зданий, нет учреждений культуры, и весь народ там постоянно утром едет в центр, вечером обратно. И представьте, сейчас добавятся там тысячи, две-три жителей, которые также будут пользоваться этими двумя дорогами. А там поболее добавится. Может быть. Там площадь очень большая. Да, все зависит от проекта. Максим, вам есть чем сравнивать. Вы ведь очень давно, ну достаточно давно живете в Москве. Вот такие интересные заявления сити-менеджеров, которые говорят, тут вам в центре сейчас будет многоэтажный микрорайон. Это вообще, я не знаю, это, мне кажется, уже нетипичная для Москвы ситуация, да? Нет, ну в Москве уже давно нету в центре многоэтажной застройки, как таковой. Она перешла больше на периферию. И вот от этого появляются в том числе проблемы. В том числе не только у москвичей, но и у жителей под Москвой ближайшей. Есть, допустим, город такой, Котельники, называется, недавно открыли метро, и сейчас он активно застраивается 30-40-этажными квартирами, ну, домами. Почему это проблема? И, соответственно, сейчас проблема по одной простой причине, что добавляется сразу по 10-20 тысяч жителей, которые пользуются двумя-тремя дорогами вылетными и одной веткой метро. Сейчас уже вот известно, что на Выхино нельзя попасть в метро, как это, так называемая спарта. Вот, и это только усиливает. Чем больше население будет, как это называется у нас, маятниковая миграция, так называемая, чем они больше будут туда-сюда ездить, тем больше будут проблемы транспортные. Максим, как думаете, вы же следите за тем, как развивается Киров и что следует за заявлениями сити-менеджеров? Построят многоэтажный жилой микрорайон? Ну, сложно судить, на самом деле. Ну, скорее всего, да. Если решение было принято. Ну, если он говорит, то оно, видимо, принято. Да. Ну, да. Спасибо, спасибо. Спасибо, что дозвонились. Давайте Михаилу Лицареву дадим все-таки слово. Итак, оттолкнемся от Вятского... Такой мифический гость, который мы все время дают слово, но его не берет, да. От училища. Я дорвусь, наверное, дорвусь. Да, все. Ну, стоит сказать, что для начала, да, стоит сказать, что план застройки был составлен в 1789 году, а уже окончательно строительство было завершено в 1831 году. Это мы про гипархиальное училище. Да, да, да. Комплекс из шести зданий. Все сейчас в владении РПЦ. Да. Очень, на самом деле, смешно. Я читаю пары вот в первом корпусе ВятГУ, и там как раз все вот эти вот чертежи домов есть. Ну, не старые, то есть, естественно, новоделы, но как образец. И как-то вот, знаете, и вы меня как раз приглашаете, ну, прям такой парадокс. У Никодима Казанского в книге «Жизнь у Вятки» была запись о том, как начиналось все строиться, и что некий архиерей Гедеон стал строить дом, но дом себе, за городом. Стал строить большой, такой хороший дом, но за счет денег Кафедрального собора. На него подали жалобу в Синод, и, собственно, он ответил, признал к ответу вот этого архиерея. Ну, архиерей, собственно, и сказал, что, как это сейчас говорится, отмазался, да? Он говорит, да не дом я себе строю, а вот строю семинарию, потому что мест нет в Трифонове, в Успенском. Вот. То есть история, на самом деле, богатая у Квату. Я вообще, если говорить о варианте названия, я думал, 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 пусть, я человек верующий, пусть никто там не подумает, да, но раз уж на то пошло, земля обетованная, вот вы знаете, мне кажется, очень даже подходящая. Боже мой, Миша, что стоит за этим названием? Да, потому что, вы знаете, потому что... А будет национальный район, да? Потому что, вы знаете, ну, во-первых, как земля обетованная, в Иерусалиме я имею в виду, как он поставил на крестовые походы, прочее, прочее. Точно так же, вот, мы ведем тоже определенную, какую-то борьбу, конечно же, не крестовый поход, безусловно, нет, но мы тоже как-то пытаемся с этим бороться, ну, по-моему, безрезультатно. Я вообще против того, чтобы уничтожать памятники культуры, я против того, чтобы уничтожить те дома, которые на самом деле могут простоять еще 200-300 лет. Многие новостройки, ну, я не знаю, вот домам, которым 20 лет, они уже все сыплются. Вот такие тоже есть наглядные образцы. А вот эти дома, да, им хоть бы хны. Знаете, какая история сейчас про дома, которые сыплются, многоэтажки, которые стоят вот по этой линии, чего-то, про них больше всего слуха всяких нехороших ходит, на самом деле. Да, вот помните, первые монолиты, которые там выросли, потом непонятно, почему до сих пор черный парус не достроится, да, алые паруса, которые, сколько лет он уже там стоит, действительно чернеет, вместо того, чтобы уже олеть и заселяться большим количеством людей. Там, по-моему, алый цвет-то изначально не заложен, то есть там что-то такое очень непохожее на него. Да, но мы видим, что даже вот у Михаила Лицарева, который абсолютно человек спокойный, я бы сказала, борьба только вот, когда Михаил читает свои лекции и стихи, очень четко прослеживается эти коннотации, и то говорит, что там, скорее всего, будет как яблоко раздора некоторое. Оно уже есть. В какой-то стихии. У нас есть телефонный звонок 211-101. Алло, добрый день. Алло, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Ольга. Пожалуйста. И название, которое я придумала, немного саркатичное, наверное, мечты сбываются. Это ожидание Кировчана того, что может измениться с приходом новых глав города. И, соответственно, надежда на культурное развитие города. Так, погодите, чья мечта там сбылась в результате... А потом чья? Это вот саркатическое... Нет, чья-то же сбылась кто-то же получил контракт на застройку многоэтажного жилья. Безусловно. Получит точнее, да. Ну, мы скоро узнаем, на самом деле, наименование компании, которые будут застраивать, и поймем, чьи мечты сбываются. Леша Тихоновичев пишет еще одно название для микрорайона. Он просто вспомнил, как в шутку летчики называют... Где пишет Кварик? Это он пишет на стене у наших коллег «Строим Киров». Он говорит, что летчики, профессионалы, да, называют... Ну, летчики, которые на крупных авиалайнерах летают, вертолеты называют юмористически так, бетономешалками, поэтому предлагаю назвать район бетономешалка. У меня, знаете, вот с самого начала передачи одна мысль в голове. Я с самого начала хотел рассказать вот о чем. Когда-то еще до войны планировалось расширить ботанический сад. И планировалось его расширить до 15 гектаров. Его хотели расширить, но, естественно, война помешала. Вот там должно было быть все. Там должны были быть кинотеатры, театры, различные культурные всякие площадки и прочее, прочее, прочее. Если честно, я не знаю, почему у нынешних, скажем так, у вас придержащих, да, все упирается только вот в жилье. Потому что культуру, на самом деле, нужно развивать, как уже сегодня было подмечено, нельзя забывать про дух. Мы все сводимся к одной только материи. В тот же самый момент, понимаете, мы вообще забываем о себе. На самом деле, мы забываем. И очередные вот эти вот многоэтажки абсолютно непонятные для чего. Но, когда еще было сказано про черный парус, мы с вами знаем, то, что под черными парусами пираты ходили. Вот, поэтому как-то меня еще... Они деньги очень любили, пираты. Да, меня еще сияли. Всякими способами их добывали. незаконными. Но здесь будет все законно, я так понимаю. Ну вот Илья Игоревич пишет на той же стене на строем Киров. Посмотрите на экономику Регона, потом на нищих кировчан и количество непроданного жилья на первичке, которого станет больше после Нового года. Это, кстати, тоже вопрос. Тоже вопрос. Это тоже вопрос. Непроданное жилье на первичке. Сами же здесь застройщики, некоторые из них, кстати, там тоже строят, об этом говорят, что стоят продажи. У нас есть телефонный звонок, принимаем. Алло. Здравствуйте, меня зовут Константин. Да, Константин, пожалуйста. Мы говорим здесь об ответственности и безответственности. И вот, если господин Шульгин берет на себя ответственность такую, нужно и назвать это Шульгинский новодел. И вообще у нас много домов, там точные застройки, общественность, против которых была, нужно называть там именем, допустим, Техчелевников. Или еще. Рубцовский, Быковский, Шульгинский. Да, да, да. Что-нибудь такие. Я не знаю, что сейчас еще будет там. Да, предложения такие были. Спасибо, мы вас поняли. Ну, новое Шульгино, Шульгинский новодел, Шульгинский районный Шульгино. Я, вы знаете, вот удивительно, что я не очень, мы сейчас, вот есть такая доля критиканства у нас сейчас в эфире, конечно, но буквально неделю назад Илья Шульгин на круглом столе в правительстве как раз критиковал архитектуру и застройку города Кирова. Он сам об этом открыто говорил на огромном представительном круглом столе при правительстве, администрации, общественниках. и он говорил, что строится Киров как попало, достаточно посмотреть, как он строится, ни о каком комплексном развитии, там речь не шла. И критикал микрорайон Урванса, где он сказал, что такое ощущение, что дома с неба скинули, и вот так они рассыпались. И тут он делает такое заявление. Может быть, может быть, Илья Вячеславович увидел великолепный проект комплексного развития территории. Может быть, он просто не понял, что нельзя такими неосторожными бросаться заявлениями, что будет многоэтажное жилое строительство, потому что фантазия ведь у нас работает, мы сразу представляем себе как люди, муравейники, огороды, чистоколы, что угодно, потому что ничего не сказано, что там будут, например, культурные центры, школы, садики и гигантский парк. Возможно, там будет несколько высоток, ребята, как в Чикаго, и все это будет погружено в гайдпарк, например. Представляешь, Коля, какая красота, и с велодорожками, а концертный зал будет подземный или на крыше, как в Сингапуре, представляешь, как в Сингапуре парящий концертный зал. Свет, к сожалению, глядя на то, как город наш развивается, я этого не представляю. А вот погоди, погоди. Я, конечно, погодю, но боюсь, что когда мы встретимся в этой студии через три года, мы признаем, что у нас появился еще один такой же точно микроорганизм. Надо увидеть проект. Мы эти вопросы, конечно, будем задавать, и хотелось бы, рассказали нам, что там будет, и, может быть, еще надежда ушла не совсем. Телефонный звонок последний принимаем. Последний, наверное, примем, да. Алло, добрый день. Алло, здравствуйте. Да, пожалуйста, представьтесь. Светлана Сергеевна. Да, Светлана Сергеевна. Я вот поддерживаю всех, кто высказался о культурном центре. Территория замечательна, озелена прекрасно. Зачем нам эти многоэтажки? Везде все застроено. И вот предыдущие, и Михаил Лицарев, и предыдущий товарищ говорил, что очень много стоит непроданного жилья. А там такое прекрасное место. И абсолютно Миша прав, что нужно там вот эти дома, здания, шесть зданий, восстановить, и не строить там ничего, а сделать культурный центр для всего того микрорайона. А вот этого товарища Шульгина я бы игнорировала. Почему? Он только что приехал, фактически, варяг, а нужно просто сделать в газетах опрос, за что жителей нашего города. Спасибо, Светлана Сергеевна. То есть хотелось бы все-таки жителям нашего города, чтобы отталкивались от их запросов. От их запросов, да. Это ведь не так и трудно сделать. Да, завершаем сегодняшний дневной разворот, программа Урбан, хорошо поговорили про город, собрали... Особенно много с Михаилом Лицаревым поговорили, очень много поговорили. Земля обетованная мы помним, собрали названия, предложения эти, я думаю, что пойдут у нас еще и в новости, как люди собираются, предлагают назвать этот микрорайон. Спасибо всем, кто участвовал. Я думаю, что будем такие истории, да, Коль, делать? Посмотри, как активно слушатели и читатели сайтов работают. Все, Михаил Лицарев, Николай Голиков, Светлана Занькова, Урбан завершен. Сейчас будут новости, тематические программы, реклама, а дальше особое мнение. Урбан. Программа о городских проектах.